Всем привет! Эд Фусторм и я Антон Романов. Сегодня наша главная героиня семга. И мы ее разделаем, засолим и приготовим блюдо со шпинатом. Подписывайтесь, потому что это помогает продвижению нашего канала. Погнали! Первое. Обращаем внимание на волокна. Они не должны отслаиваться. Это говорит о ее свежести. Если филе упругое, без запаха, то его можно кушать хоть сырым. Для чистого филе нам надо избавиться от края рыбы, где жир. И тут мы отталкиваемся от плавника. Он является отметкой, до которой надо срезать. Очень часто кожа остается. Ее срезаем отдельно, подтягивая другой рукой жир на себя. Теперь снимаем пленку. Находим край ребер и ведем нож параллельно доске. Если нож небольшой и не может обхватить все брюшко, срезайте по 4 ребра. Старайтесь максимально длинными движениями срезать ребра, а то получится рисунок от среза в виде елки. Также старайтесь начинать движения там, где закончили предыдущие. Когда справились с пленкой, переходим к ребрам, которые расположены чуть глубже. Проводим в центре филе пальцами против волокон, чтобы прочувствовать все кости. Подготовим воду. Это облегчит чистку. Туда будем скидывать косточки, и они не будут лепнуть к пальцам. Косточку достаем по росту самой кости, чтобы не повредить волокна рыбы. Левой рукой можно придерживать саму рыбу, так мы ее меньше повреждаем. Очистили. Еще раз проверяем. Проводим пальцем. Чисто. Теперь, для удобства, поворачиваем рыбу, но делаем это аккуратно, максимально обхватывая ее снизу, чтобы не было заломов и не слоилось. Отмерить стейки можно рукой. В Японии это 4 пальца. Стейки готовы. Снимаем кожу, переворачиваем рыбу кожей вверх и, визуально контролируя ее, срезаем. Каждый раз нож возвращаем пяткой к филе, а не пилим. Снимаем жировую прослойку таким же способом. Второй способ. Филе лежит кожей вниз и его срезаем. Тут уже можно не вытаскивать нож, а пилить, но максимально амплитудными движениями. Нарезая филе на слайсы, одним движением в конце приподнимаем слайс и дорезаем. Но это не обязательно. Хотя в Японии вас скорее всего накажут, если вы дорезая не приподнимете филе. Теперь тонкие филе нарезаем под углом. Вот такой быстрый урок по целиковой филешке семги. Для лучшей засолки я использую три важных ингредиента. Лимон, соль, сахар. А уже все, что идет плюсом, это плод моей и вашей фантазии. Для данной рыбы я взял тархун. Конечно, в описании вы найдете еще несколько крутых сухих маринадов для соления. Важно! Соль к сахару должна быть 4 к 1. Теперь отделяем кости. Лучше делать филейным ножом. Он тонкий и легко гнется. И позволит нам максимально хорошо очистить рыбу. Нож боком максимально прилегает к костям. Кожу можно убрать, но время соления уменьшится вдвое. Надо это учесть. Погрузить рыбу лучше в плоский контейнер. Стеклянный, металлический, пластмассовый. Перемешиваем соль и сахар. И высыпаем на дно тонким слоем. И кладем рыбу кожей вниз. Первым я выкладываю тархун. От этого рыбы не станет тархуной, всего лишь легкий акцент свежести в ней появится. Лимон выкладываю дольками, так как мне нужен и кислый сок, и пряность цедры, и горечь кожи, которую мы почти не почувствуем. Оставшийся микс соли и сахара высыпаю на рыбу. Очень важно, что соль я использую именно морскую кельтскую. Также очень хорошо получается с гималайской и флюр де сол. Рыбу в снегу убираем в холодильник на 12 часов, но при этом толщина рыбы такая, как у меня тут. Если у вас тоньше, то держим 8-10 часов. Для начала сделаем гарнир, так как рыба готовится очень быстро. Нарезаем лук мелким в кубик. Чеснок просто даем ножом. Ставим сковороду или сотейник на средний огонь, кладем кусочек сливочного масла и греем. Как только посуда накрилась, забрасываем в нее лук и чеснок. Обжариваем 3-5 минут, постоянно помешивая. Главное, чтобы лук не приобрел сильно выраженный колер, иначе он будет сильно выделяться в блюде. После того, как обжарили лук, наливаем белое сухое вино и выпариваем его на 90%. Затем добавляем шпинат. Если он молодой, то с ним ничего делать не нужно. Если нет, очищаем от стеблей и хорошо промываем, так как на нем бывает много песка. После того, как добавили шпинат, сразу закидываем бобы и домами. Обжариваем на среднем огне 2-3 минуты и заливаем 33% сливки. Доводим до вкуса солью и перцем и варим примерно 4-6 минут, пока сливки не загустеют до состояния соуса. Снимаем с огня. Переходим к рыбке. Малинуем ее в соли, масле и перце. И отправляем готовиться на пару 10-15 минут, в зависимости от размера. Главное, не пересушить рыбу. Готовим до medium-rare. Также можно приготовить рыбу в сувид при температуре 55 градусов 1 час. Готовой рыбе даем отдохнуть 5 минут на воздухе. Переходим к оформлению. Избавляемся от чеснока в гарнире. В глубокую тарелку выкладываем гарнир. Рыбу ломаем на крупные сегменты и выкладываем поверх гарнира. Украшаем блюдо ростками гороха. Всем приятного аппетита! Делитесь в комментариях, какую рыбу предпочитаете вы и как ее готовите. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить видео. Ставьте лайк. Это был Фудсторм и я, Антон Романов. Пока!